На сегодняшний день в республике около 19 тысяч безработных людей с ограниченными возможностями. Ежегодно более 100 выпускников техникумов и интернатов обращаются в биржу труда в поисках работы. Однако лишь малая часть из них находит подходящую вакансию. Готовы ли работодатели предложить рабочие места для этой категории граждан, расскажет Росалия Борисова. Людмила Андреева является индивидуальным предпринимателем. Девушка занимается пошивом платьев, национальных нарядов. Заказов, как признается молодой предприниматель, хватает. Девушка сегодня строит планы расширения частного ателье. Но в свое время Людмила долгое время не могла найти работу и начать профессиональную деятельность. Сначала было трудно искать работу. Такое трудно. И таких, как Людмила, в республике немало. Как показывает практика, работодатели не готовы отдавать вакансии людям с ограниченными возможностями. По данным департамента занятости, сегодня в Якутии 52 тысячи людей с инвалидностью. 27 тысячи находятся в трудоспособном возрасте. И лишь 8 тысячи трудоустроено. Работодатели, да, там есть трудности, потому что если первой, второй группой инвалидности, это очень трудно. Потому что для них должны быть созданы специальные условия. Многие работодатели, конечно, это не любят. Вот с третьей группой, рабочей группой, да, стараются брать. В республиканском техникуме интернат готовит специалистов по 10 разным профессиям. Анна Попова учится на пекаря. Сегодня это специально считается востребованной. Сейчас я много чему научилась. Торт, печь научилась. Булочки разные. Ну, я хочу на эту профессию дальше пойти работать. В каком-нибудь заведении, магазин можно открыть, чтобы продавать. Сама буду печь и сама продавать. Такой же нужной является профессия обувщика, считает Павел. Но на деле выпускникам чаще всего нужно заниматься самозанятостью. Для меня сейчас главное научиться шить, подшивать там. Для меня сейчас главное учебу закончить, диплом, профессию получить. А дальше посмотрим уже, как будет. Сейчас, сейчас особенно надо эта профессия. И чтобы помочь как работодателям, так и специалистам, планируется увеличить квоту для людей с инвалидностью. Еще одним нововведением станет появление наставников в предприятиях. Люди с ограниченными возможностями здоровья, они в первое время нуждаются все равно в сопророждении. Это для того, чтобы инвалиды закрепились за своими рабочими местами. Бывает, что человек устроился, но со стороны работодателя нет должного, может быть, внимания или еще какого-нибудь условия, чтобы человек остался. Одной из главных проблем является неподготовленность предприятий. Для работников с инвалидностью не создается специальное условие. И для решения этой проблемы в скором времени из бюджета республики начнут выделять средства. И на эти деньги работодатели смогут обустроить рабочие места и принимать специалистов вне зависимости от состояния здоровья. Розалия Борисова, Гаврил Дичков, Владимир Павлов, НВК Саха, Якутск.